цветок неземной красоты или поцелуй в нос а я говорю иди настаивала большая ворона иди тебе говорю я в людях разбираюсь это точно тебя возьмет но серый грязный код все никак не мог решиться старый я некрасивый и вообще если она захочет к ней любой котенок побежит видишь какая хорошая каждый раз выносит во двор вкусные кусочки курочки и бездомным котам и собачкам оставляет зачем ей такой старик ворона распушила перья и взмахнула крыльями это совершенно невозможно с тобой разговаривать просто одно расстройство с таким подходом к делу я тебя так никуда и не пристрою она соскочила с бордюра на котором сидела со своим давним знакомцем и схватив его за ухо потащила по направлению к девочке лет восьми десяти вышедший погулять остальные дети играли детской площадке она она достав из маленького пакетика разные вкусности и позвав котов кормила их потом отойдя немного отдала остатки двум маленьким смешным собачку старый грязный серый кот упирался и старался вырвать из клюва вороны свое ухо то упорно тянула его в одном направлении отзвизгнул стало действительно больно девочка встала и посмотрела на происходящее крикнула на ой она ему сейчас ухо оторвет и побежала разнимать как ей казалось дерущийся кота и ворону черная хитрая птица поглядывала краем правого глаза за девочкой поэтому когда-то подбежала поближе просто отпрыгнула в сторону и взлетела на большой развесистый клен рыжая девочка с веснушками на лице замахала возмущенно руками в сторону улетевшей птицы кыш кыш гадкая ворона закричала она не смей его обижать и присев на корточке стала гладить серого кота тот посмотрел снизу вверх и замурлыкал какой ты хороший сказала рыжая девочка и подняв его понесла в сторону дома но и зачем было спорить ворона я же говорила что разбираюсь в людях через неделю на четвертом этаже возле большого раскидистого клена открыли окно ворона давно ждала этого случая она немедленно села на подоконник рядом с красивым пушистым котом привет привет ответил серый кот очень я даже не знаю как тебя отблагодарить только вот волнуюсь все что опять меня на улицу выкинут вот если какой подвиг совершить он помолчал немного и вздохнул ну так чем мне тебя отблагодарить а ты мне вон то блестящую штучку принеси и будем в расчете сказала ворона она уже увидела красивые позолоченные часики лежавшие на столе возле кровати рыжей девочки серый кот смутился не буду я красть сказал он это же моя девочка как можно она меня любит и гладит домой вот взяла а ты хочешь чтобы я у нее часики украл лучше тебе сейчас кусок булки принесу и он спрыгнул с окна побежал на кухню где на столе лежала большая мягкая булочка но когда он вернулся с куском сдобы в зубах на окне вороны уже не было обиделась решил кот и тяжело вздохнул и почему она не понимает что воровать у своей девочки это нехорошо но ворона не обиделась она летела к одному очень далекому озеру оно находилось высоко в горах и добираться туда надо было целый день но зато зато там росли цветы совершенно неземной красоты никто не знал об этом озере кроме ворон это было их секретное место на цветок цветок вечером когда кот лежал на подоконнике и дремал ворона осторожно спорхнула в комнату и положила цветок на подушку девочки она еле успела вылететь из комнаты и усесться на развесистый клен девочка вбежала в квартиру запыхавшиеся после игры во дворе с подружками она решила погладить своего кота но тут тут ее взгляд упал на подушку она замерла от восхищения как как ты смог спуститься по клену и найти такой красивый цветок как ты совершил такой подвиг кот с просунью хлопал глазами и пытался сообразить что происходит рыжая девочка не стала ждать она подбежала к нему и подхватив на руки поцеловала в нос потом поставила его на подоконник и высунувшись посмотрела на большое раскидистое дерево и тут тут ее взгляд упал на черную ворону сидевшую на одну из веток и наблюдавшей за ними девочка улыбнулась и помакала ей как своей давней знакомой подвиги ему подавай орчала ворона вечно с этим котом от не проблемы потом было пора идти спать она закрыла окно и подхватив своего кота поднесла его кровати старый серый кот смотрел через ее плечо на ворону сидевший на ветке и улыбался он тоже хотел помахать ей лапой но не получилось а впрочем будет еще время поговорить завтра теперь каждое утро прежде чем уйти в школу девочка открывает окно и оставляют на подоконнике маленькую чашечку с кашей или другими вкусностями и черная ворона прилетает перекусить а потом они с котом ведут задушевные разговоры